После неудачной попытки военного переворота в Турции задержано больше 13 тысяч человек. Об этом сказал Раджептай Эрдоган, выступая с телеобращением к нации. Президент пообещал очистить все государственные структуры от сторонников Фетхуллаха Гюлена, на которого власти Турции возложили ответственность за попытку госпереворота. Эрдоган уже приказал закрыть больше тысячи частных школ в стране, которые могут быть связаны с исламским проповедником. Кроме того, стало известно об аресте главного соратника Гюлена Халиса Ханджи, который является его правой рукой. Он приехал в страну за два дня до путча, поэтому именно его считают одним из главных организаторов этого мятежа. Говорил Эрдоган и о ситуации в экономике. По его словам, мятеж не сказался на работе основных институтов, и страна остается открытой для инвестиций. Страна избавилась от болезней и идет на поправку. Экономика Турции сохраняет стабильность и развивается. Наши показатели выше, чем во многих странах мира. Несмотря на то, что некоторые пытаются сейчас доказать обратное. Впереди нас ждет осуществление многих новых важных проектов. В своем обращении Эрдоган пообещал восстановить в стране смертную казнь, если этого потребует народ и, в свою очередь, поддержит парламент. Это заявление президента встретили восторгом в Стамбуле, где в это же время проходил митинг в поддержку действующей власти. На площади Таксим собрались около 50 тысяч человек, которые считают, что все причастные к мятежу заслуживают самого сурового наказания. Попытка военного переворота была совершена в ночь на 16 июля. Арены основного противостояния стали Анкара и Стамбул. По последним данным, в ходе мятежа погибли 246 человек. Больше двух тысяч получили ранения. Парламент поддержал предложение правительства о введении чрезвычайного положения в стране. Оно будет действовать как минимум три месяца.